В Никополе Днепропетровской области расстреляли главу районной организации Ведроджиня. Убийцы пытались расправиться и с его женой. Во время инцидента погиб еще один человек. Все подробности узнаем от Елены Миндалюк. Все произошло около двух часов ночи. В кафе никопольского бизнесмена Николая Бондаренко сработала сигнализация. Хозяину поступила информация о взломе. Он приехал посмотреть, что случилось, позвал с собой сторожа, неизвестные открыли по ним огонь. Шансов выжить у них не было. Хозяин кафе – это местный житель с 46-го рода. У него два проникающих кольевых отверстия в грудной клетине и в голову. Другие стражили с 72-го рода. В его теле приблизительно 5 стрелков случилось. Той же ночью в городскую больницу Никополя с огнестрельным ранением в грудь попала и 63-летняя женщина. Пуля задела легкая. Пуля вылетела, она на вылет ушла, поэтому я думаю, что должно быть все хорошо. Как оказалось, это женщина – жена застреленного у кафе бизнесмена Николая Бондаренко. В нее неизвестные стреляли уже на территории дома супружеской пары. Выстрел, говорят, через окно был. Затем злоумышленники скрылись, угнав внедорожник убитого. Полиция сейчас рассматривает несколько версий. Правоохранители предполагают, что нападение связано с коммерческой деятельностью Николая Бондаренко. Но не исключает и политических мотивов. Ведь он был главой Никопольской районной организации «Видроджиня». А вот граждане уверены – убийство заказное, а причин может быть множество. От конфликтов на работе до депутатской деятельности. В Днепропетровской области объявлен план «Сирена», открыты два уголовных производства по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное завладение транспортным средством». В виновном свете до 15 лет тюрьмы. Елена Миналюк, Евгений Кознецов. Подробности, телеканал «Интер». Днепропетровская область.